Итак, мои дорогие друзья, мы с вами говорим о настрое, об общении. Самое главное в жизни человека это вывод вед. Вед и вывод такой делают, что есть такое понятие близкое общение, когда ты доверительно слушаешь кого-то. И если ты доверительно слушаешь того, кто ругается об этом мире, он может говорить правду, потому что, понимаете, в этом мире три уровня правды. Вот в этом заключается вся засада. Потому что, когда человек ругается, он же говорит правду в это время. Он говорит факты, реальные факты, что происходит там в Германии, в правительстве там. Или в России, в правительстве еще, кто кого там обманывает, кто чего. Это вот реальная правда просто, понимаете. И ты погружаешься в результате этой правды туда, где эта правда живет. Она живет в невежественном слое. И ты всех ненавидишь, не любишь, ходишь замученный. И дальше ты там живешь в этом невежественном слое, понимаете. Не то, что ты там просто памятью свою погрузился. Ты там живешь. Ты соприкасаешься с такими людьми. Тебя над тобой совершают насилие. Ты теперь полностью подчинен этой жизни. Это твоя судьба. Но это всего лишь часть твоей судьбы. Ты же можешь жить где-то в другом месте. Но ты живешь именно в этом. Почему? Потому что ты доверительно общаешься с такими людьми. То есть это означает жизнь, мои дорогие друзья, не просто настроение. Попытайтесь это понять. Это жизнь. Что это значит? Это значит, что у тебя будет такое отношение, у тебя будет с родственниками. Над тобой будут проявлять насилие. Над тобой будут издеваться. И не будет конца и края этому. Теперь второй вариант. Ты решил успеха, да? Жизнь. И успех отзначает, что ты перепутал счастье. Вот что значит успех в этом мире? Перепутал человек счастье. Он путает. Есть два вида счастья. Есть счастье любви, счастье отношений, счастье верности, счастье чистоты. Это один вид счастья. А второй вид счастья, это счастье комфорта, уюта, покоя. И если человек счастье, комфорта, уюта и покоя выбирает, то тогда он вступает в гонку за это счастье, которой этого счастья нет. Ну то есть он вступает в гонку, которая разрушает его жизнь. То есть он теряет сон, покой. Это даже еда по дороге, понимаете? Потому что некогда поесть даже. Ну то есть даже человек теряет возможность сесть спокойно покушать, понимаете? Ему некогда, все, потому что он в гонку за комфортом. Никакого комфорта в этой жизни не будет. Он будет жить в электричках между работой и домом. Комфорта не будет, но он гонится за ним. Он думает, что когда-нибудь он к этому придет. Не придет никогда. Потому что комфорт это результат благости, а не страсти. Вот если человек решил, что счастье отношений выше, счастье любви выше, верности выше, оно бесплатное, понимаете? Вот бесплатное счастье отношений с природой. Не надо платить. Это бесплатно. С солнцем отношения, с чистыми людьми, и все это бесплатно. Потому что там, где платное, это уже не чисто. Ну, я не говорю, что некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, а что у вас не лекция, не бесплатная? А, у меня было такое в одном городе. Мне говорят, ну, Вашнава говорит, давайте сделаем бесплатные лекции для людей. Вы же деньги зарабатываете. Я говорю, почему так считаете? Ну, давай сделаем бесплатные. Я говорю, давайте сделаем бесплатные. Все, делаем бесплатные. Хорошо. Хорошо. Я говорю, а кто будет платить за зал? Я говорю, а сколько стоит? Как узнают цифру, говорят. Ну, тогда давайте сделаем платные, но стоимость зала. Я говорю, давайте. Кто будет платить за рекламу? Чтобы люди узнали. Стоимость узнали. Ага, так. Ну, давайте повысим на стоимость рекламы. Я говорю, хорошо, замечательно. А кто будет платить неустойку? Они говорят, а что это такое? Неустойка, это когда пришла половина зала, а не целый. И тебе придется все остальное платить. Ну, давайте повысим еще на неустойку. Я говорю, давайте. Посчитали. Сказали, сколько стоит. Я говорю, смотрите, у нас такая же цена. Спокоились, сразу все поняли. Они говорят, откуда прибыль тогда? Я говорю, а прибыль от того, что неустойки не было. Вот у нас и прибыль. Это уже Бог решает. Он говорит, а куда вы делаете прибыль? Я говорю, я отдаю на духовные цели. Мне не нужна эта прибыль. Я еду за сердцами людей, за их любовью, за счастьем. Это то, что мне беру. Я себе беру вашу любовь. Олег Геннадьевич. Ну и вам отдают. Не то, что я забрал и увез. Вот это правильная жизнь. То есть стремитесь к счастью. Стремитесь не к комфорту, а к счастью. Это разные вещи совершенно в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что именно в этом слой благости находится успех, находится власть, находится благочестие, находится комфорт, все что угодно. Самая лучшая пища – благостная пища. Самый лучший комфорт – благостный комфорт. В благостной атмосфере сердце легко дышит, хорошо становится. Допустим, к невежественному человеку домой заходишь, даже дышать нечем, вообще там бонь. К страстному человеку заходишь, тоже как-то неуютно. А к благостному заходишь и не надышишься там у него дома. Так хорошо. Потому что все намолено, чистая атмосфера. Ах, 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 хорошо. Мои дорогие друзья, если вы хотите вырваться из лап своей судьбы, выбирайте общение. Благостное общение. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями, с крыльями и без, выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас. Есть такая песня. Море означает, общение с морем. Не пожалеете, уверяю вас. Я вам рассказывал эту историю, нет? Нет? Кто слышал, поднимите. Кто не слышал? Нет? Продолжение следует...